Я говорю о том безобразном, отвратительном мероприятии, которое случилось в зале Башинформа. Передал угрожающее предупреждение, что если вдруг внезапно в отношении него начнутся какие-то действия, то случится страшное. Господин Хабиров назначил Раэля Салиховича Сарбаева руководителем корпорации развития Республики Башкортостан. Сами стали искать решение этой проблемы, и на прошлой неделе они нашли застройщика, который готов на определенных условиях достроить их дом. Вообще феноменальная история. Трудно очень оценить на самом деле подобное заявление. Хотелось бы напомнить господину Мухаммедьянову, что Дмитрию Анатольевичу выделяют деньги только своей жене, но иногда своим детям, сыну. Больше никому Дмитрию Анатольевичу денег не выделяют. Да сразу было понятно, что это на самом деле обыкновенная пропагандистская разводка. Один, значит, заявляет о том, что мы сейчас поставим заборы внутри автобусов, а другой, я имею в виду Хабирова, торжественно эту тему закрывает и говорит «Ата-та, никаких заборов внутри автобусов не будет». Прекращение концессии не может никак сказаться на инвестиционном климате в Республике Башкортостан. Речь идет о концессии роддома в городе Салавати. Именно примерно таким должен быть девиз этой организации «Алга Башкортостан», потому что ее задача, в общем-то, будет выполнена 9 сентября, а сама организация наверняка останется. Безусловно, центральным событием прошедшей недели было задержание и последующий арест экс-вице-премьера правительства Республики Башкортостан Евгения Гурева, бывшего министра земельных и имущественных отношений. События, связанные с этим арестом, предшествовавшие события, развивались достаточно стремительно. Были обыски, было задержание госпожи Берг, директора ГУП, управления административными зданиями Республики Башкортостан. Но что мне бросилось в глаза в первую очередь на этой неделе, это, конечно, какая-то совершенно отвратительная пиар-компания вокруг этого ареста. Давайте рассуждать здраво. Если существуют какие-то претензии со стороны правоохранительных органов, есть какие-то предписания со стороны госорганов, я имею в виду те записки Полставалова, которые он во множестве отправил во всякие правоохранительные органы с требованием начать преследовать тех или иных чиновников, то при чем здесь общественность, пресса и прочее-прочее. То есть это на момент, когда дело заводится и что-то происходит, конечно же, дело исключительно правоохранительных органов, а дальше начинается какая-то информация и какие-то обсуждения. В случае с Гуревым случилась удивительная, на самом деле, небывалая вещь. Ну, вот уже как, наверное, лет 80 в нашей стране подобных событий еще не происходило. Я имею в виду, что очень все это похоже на 30-е и 40-е годы в Советском Союзе, когда для закрепления мнения партии и правительства собирались всяческие общественные мероприятия, где граждане и трудящиеся, сотрясая воздух и кулаками маша над головой, рассказывали о том, как они Пастернака не читали, но очень его порицают. Я говорю о том безобразном, отвратительном мероприятии, которое случилось в зале Башинформа. Артемушка Валеев заблаговременно, до ареста Гурьева, обзвонил и обписал всех сколько-нибудь значимых людей в Уфе с просьбой прийти на это мероприятие и поддержать негодование народное по части коррупции, поддержать требования кровавых расправ и немедленных приговоров. Вообще, конечно, мероприятие это выглядело жалко, и те, кто на нем присутствовал, конечно, в общем-то, как говорят теперь, испортили себе некролог в том смысле, что выступать в качестве нанятых петрушек, которые будут транслировать то, что им сказано, то, что от них требуется, не понимая, что происходит, это, конечно, постыдно. Ну, ладно, был там, как говорится, придворный шут Ахмадинуров, который, в общем-то, в каждой бочке затычки и везде в президиуме. Ладно, был Пластовалов, потому что он там, ну, в общем-то, застрельщик этой всей истории, и от него исходят все эти, значит, уголовные дела и так далее. Но что там делали все остальные, мне непонятно. В общем, конечно, это отвратительная история и очень настораживающая, в том смысле, что власти в Башкирии пытаются манипулировать общественным мнением, пытаются его формировать настолько, что уже, в общем-то, анонсируют уголовные дела, фактически, через Башинформ, что, конечно, недопустимо. Вообще, это называется легитимизация обвинения через общественное негодование. Вот это технологии 30-х, 40-х годов, когда там знатные доярки, дойеры и столеры, значит, требовали кровавых расправ и убивать, как собак, врагов народа. Ну, в общем, примерно так же. Из пыльных сундуков подоставали всяких подозрительных и сомнительных авторитетов, типа Руслана Шарафуддинова, который опять появился у нас в телевизоре, и с гневом потребовал, значит, там, ответа от коррупционеров. Вообще, конечно, в его устах это звучит как минимум смешно вообще. Товарищ полковник подзабыл свое недавнее прошлое, в общем-то, и кинулся доказывать новой власти свою пригодность. И, ну, естественно, не обошлось без всяких статей, там, и так далее. Некоторые из статей, вышедших в электронных СМИ по поводу Гурьева, носят откровенно заказной характер и несут, в общем-то, достаточно сложные и ложные посылы. Некоторые из этих статей перешли грань дозволенного в том смысле, что, я думаю, в ближайшее время появятся иски к этим изданиям, в плане того, что там, ну, содержится уже конкретная клевета или неправда. Ну, если закончить с историей с Башинформом, с этим шабашем, я перечислю, значит, обязательный набор тех людей, которые, видимо, в ближайшее время будут рупорами справедливости и правосудия, через которых новые власти будут доносить нам о новых врагах народа, пойманных и в ближайшее время будут наказанных. Так вот, дежурный набор этих петрушек – это Кобзон, Шамиль Валеев, Рахматов, Ахмадинуров, Полставалов. Ну, Полставалов только в опции экономических преступлений, видимо. Вот этих людей, видимо, мы будем видеть регулярно на подобных мероприятиях. Если вы увидели вот этот набор людей, значит, речь идет о врагах народа, о которых мы будем в скорое время, наверное, судить. Пропагандистские мероприятия пропагандистскими мероприятиями, но давайте к сути дела. Значит, за что задержан Гурьев? Я не буду сейчас цитировать обвинений, пока их еще на самом деле нет, до конца они не сформулированы. Напомню, что Гурьев арестован по просьбе следствия в ходе следствия, то есть это пока еще не приговор. Образно Гурьеву вменяют в вину то, что он по заниженной стоимости и в неправильном порядке, который оговорен законодательством, передал некие земельные участки господину Мансурову, который у нас депутат Государственного собрания Республики Башкортостан, и который у нас СУ-10. Валерий Мансуров, господин строитель, один из видных застройщиков города Уфы. Это лимонарий, это кустарная, это много-много-много объектов. В том числе сейчас господин Мансуров строит онкологический центр и еще много социальных объектов по заказу государства. Естественно, логично напрашивается вопрос. Хорошо, Гурьев, злодей, что-то там кому-то неправильно отдал, видимо, небескорыстный и так далее, и так далее, он по версии следствия. А кому он что отдал? Кто интересант? Тут же в прессе, в той же самой ПРУФЕ, начались истеричные статейки о том, что ну вот Мансуров-то точно здесь ни при чем. Ну вот никому не надо ничего бояться, люди там живут в домах, земельные участки, все останется на месте. Один злодей Гурьев. Ну, давайте будем реалистами. Гурьев что, злодействовал из хулиганских побуждений? Придя на работу, вице-премьер, значит, выпив кофейку, прикидывал, кому бы сейчас подраздать земельку бесплатно, просто так вообще, вот, ну вот кому-то там навредить? Я не знаю, может он на Госдепартамент США, конечно, работал, по версии следствия, просто вредитель, но тогда это действительно классический сталинский враг народа. То есть он отравлял родники, по ночам, значит, подрезал сухожилия овцам, ну и прочее, да, то есть просто гадил родному государству. Ну, на самом деле это, конечно, смешно. Если речь идет о коррупционных преступлениях, об экономических преступлениях, в основе всех этих обвинений должна лежать корысть. Как известно, господин Угурева тщательным образом обыскали, я имею в виду его жилища, его там какие-то офисы, автомобили и прочее. К достаточно такому внезапному удивлению следователей ничего не нашли. В смысле, от слова совсем. Ни золотых слитков, ни пачек долларов, как это примет у приличного вице-премьера, значит, дома не хранилось. Жена, обвешанная, как елка новогодняя, золотыми украшениями от Шанель, тоже обнаружена не была. В общем, все в пределах декларации. Ну, извините, вот так действительно по факту. Может быть, я иронизирую, но результатов обыски не дали. Хорошо, а кого надо обыскать следующим? Что нужно доказать? Если речь идет о корыстных коррупционных преступлениях, то логично, наверное, сейчас пригласить господина Мансурова. Логично, наверное, обыскать его жилище. Однако тут большая проблемка. Как мне стало известно, господин Мансуров через весьма близких ему посредников, так назовем это, передал угрожающее предупреждение, что если вдруг внезапно в отношении него начнутся какие-то действия, то случится страшное. Тогда вам, как говорится, небо покажется ловчинку, и проблема нынешней обманутых дольщиков окажется мелкой неприятностью по сравнению с тем, что случится после того, как начнутся воздействия на господина Мансурова. Очевидно, что власти попадают в очень нехорошую ситуацию. Сами же они инициировали вот это вот разбирательство с Гурьевым, причем я вывожу за скобки наличие или отсутствие вины. Гурьевым пускай занимается следствие. У следствия разберется, как говорится. Но власти инициировали этот процесс, совершенно не понимая, во что это все выльется. Тут напрашивается совершенно конкретная, очевидная аналогия с делом Филиппова. Мы видим, что дело Филиппова разваливается на глазах. Свидетели потеряли память. Все как один. Хилалов, Нагорный, все замы мэра, все ключевые фигуры, вплоть до начальников ЖУ и глав районов города, заявили о том, что они категорически не помнят, что происходило в связи с этими событиями, которые вменяются в Филиппову и так далее. О чем идет речь? Речь идет о том, что с удивлением власти и следствия выявили то самое ОПС, организованное преступное сообщество, которого никогда еще ни разу не выявляли в республике Башкортостан. И с ужасом поняли, что если уж тут, как говорится, доводить до тюрьмы это все, то придется очень большую группу товарищей зацепить. Филиппов, очевидно, не собирается один сидеть. И в этот момент происходит вот эта история с Гурьевым. У меня складывается впечатление, что происходит некий размен. Филиппова придется отпустить, но чтобы не складывать впечатление у нашего внимательного населения о том, что опять какая-то коррупция сошла с рук, вот вам более громкое дело и так далее. Уважаемые организаторы этого уголовного дела, это такая, как говорят в правоохранительных органах, неопределенный круг лиц, так скажем. Уважаемые организаторы, вы не задумывались о том, что в процессе Гурьева неожиданным образом может появиться? Я уже не говорю про Мансурова, я говорю о Марданове, Хамитове и так далее. Один мой знакомый на этой неделе сгоряча поспорил со мной, что до конца 2019 года Хамитова посадят. Ну, я, конечно, не так оптимистически настроен. В любом случае, мадам Клико без выручки не останется в результате этого спора. Однако, вернемся на землю. Безусловно, ни у команды Хабирова, ни у правоохранительных органов, к сожалению, сил дотянуться до Хамитова не хватит. Но в процессе разбирательства с Гурьевым может получиться история еще более грязная, еще более неприятная, чем она случилась с Филипповым. В общем, конечно, вот эти все моменты, они стали неожиданностью на этой неделе. То есть, после того, как отгремели фанфары по поводу ареста, значит, там, ура-ура, арестовали очередного коррупционера, все сели и задумались, а дальше-то что делать? А что делать с этими интересантами, если они вообще интересанты? Что делать с Ахметовым, Шуваровым и прочей вот этой всей вот довольно многочисленной группой людей, которые неизбежно будут вовлечены в эти разбирательства и прочие вещи? Многие из них личные друзья Радия Фаритовича, многие близко стоят сейчас к власти и так далее, и так далее. В общем, конечно, по делу Гурьева вопросов более чем достаточно. И в первую очередь, главный вопрос, каким образом можно обвинять человека в том, что он исполнял решение судов. То есть вот по сути сейчас обвинение звучит именно так. И следствие, видимо, постарается сформулировать обвинение в ту сторону, что есть решение суда, которое нужно исполнять, а есть решение суда, которое не нужно исполнять. В общем, подобной степени абсурда в юридической сфере с приходом к власти юриста Хабирова я как-то не ожидал, если честно. Как отдельное рассуждение, я бы добавил одну мысль к делу Гурьева, такого философского характера. Если еще совсем недавно властям сходили с рук совершенно чудовищные мероприятия в плане экономики, я имею в виду, что губернатор со своим сыном, например, могли продать не принадлежащую им, а принадлежащую федеральному центру, например, нефтяную компанию кому-нибудь, и деньги забрать себе. Это все сходило с рук, и никаких расследований, громких дел, арестов, пыток и расстрелов не случалось. Теперь же власть вынуждена в преддверии выборов с каким-то истеричной интенсивностью отыскивать или изобретать вот эти коррупционные дела, только чтобы доказать измученному, изможденному населению, что она работает, борется сама с собой и так далее. В общем, конечно, история с Гурьевым, я думаю, будет иметь колоссальное продолжение, и она будет очень интересна с точки зрения того генезиса, который сейчас происходит во власти, и с точки зрения оценки той команды, которая пришла к власти в Башкортостане. Вторым феерическим событием прошедшей недели, безусловно, является пришествие Раиля Сарбаева. Внезапно, без объявления войны, в 4 часа вечера, господин Хабиров назначил Раиля Сарбаева руководителем корпорации развития Республики Башкортостан. Мера недоумения общественности, наверное, не знала пределов в этот момент, но постепенно за следующие сутки все встало на свои места. Вообще, меня в целом, конечно, удивляет. Я в недоумении от того, насколько Хабиров боится предстоящих выборов. Вот по моему глубокому убеждению человека, который принял участие в большом количестве выборов, начиная от выборов президента и заканчивая выборами в госсобрание, я имею в виду технологическое участие, я, слава богу, ни разу никуда не баллотировался и не планирую в ближайшее время. По моему убеждению, Хабирову на предстоящих выборах опасаться совершенно нечего. Безусловно, он наберет искомые 74-76%. Безусловно, стараниями подконтрольного ЦИКа выборы пройдут хорошо, спокойно и даже, наверное, весело под бодрую музыку. Я не понимаю, зачем бояться игроков типа Сарбаева. Потому что назначение Сарбаева на эту абсолютно ничего не значащую должность, на самом деле, своей целью преследовало только нейтрализация. Самого Сарбаева от предстоящих выборов. Дело в том, что Раиль Сальхович человек глубоко системный. Ни на какие выборы внезапно он бы, конечно, не пошел. Мы все помним, что после ухода из государственной власти господин Сарбаев в общественном пространстве у нас появлялся дважды. В 2014 году он попытался конкурировать с Хамитовым на выборах и с треском провалился, ну, на мой взгляд, только потому, что он совершенно ничего не понимает в выборах и не знал, как это устроено. И в 2016 году господин Сарбаев баллотировался от справедливой России и фактически тоже слился в конце избирательной кампании, безусловно, по совету из Москвы. Потому Хабирову бояться конкуренции со стороны Сарбаева было как минимум глупо, а раскидываться должностями как минимум нерентабельно. В общем, тем не менее, Хабиров подстраховался, дал Сарбаеву, как говорят, пиджак и джип, и теперь все стало здорово. Конечно же, на мой взгляд, никакой пользы от Сарбаева на посту руководителя вот этой сущности инвестиционной, так называемой, корпорации развития не будет. Более того, должность, прямо скажем, ничтожная. Может быть, Хабиров намекнул Раэлю Сальховичу о перспективах стать премьер-министром, но, безусловно, этой перспективы не существует. А если Раэль Сальхович и повелся на подобные обещания, то тут, конечно, это вообще печально. Я немножко знаком с Раэлем Сальховичем. Не могу сказать, что он на меня произвел грандиозное впечатление как политическая фигура. Повторю, что вряд ли он вообще политик. Скорее, он хороший, добротный чиновник. Может быть, он неплохо разбирается в экономических аспектах, хотя, ну, скажем так, подтверждение его успехам мы не смогли найти в экономической жизни республики. Мы все помним там всевозможные скандалы с самолетиками, всякими юмагузенскими водохранилищами и прочими вещами, но все это дела давно минувших дней. За все это никто никогда не ответит и, как бы, ладно, забыли. Ну, а что теперь будет делать Сарбаев на этом посту? Ну, может быть, немножко будет утихомиривать Сибаи. Хотя, конечно, и без него это сделать несложно. Правильно воздействие на УГМК и так далее. Уже давно известны рецепты, как разобраться с Сибайской проблемой. Просто никто ничего не слушает. В общем, конечно, история с Сарбаевым, на мой взгляд, подтверждение той нехорошей паники, которая существует в Белом доме. И, повторюсь, оснований для которой совершенно нет. Ну, и регулярная рубрика наших выпусков «Долевое строительство». Я думаю, что по мере приближения весны и лета ситуация в этой сфере будет обостряться, потому мы будем говорить об этом регулярно. Начнем с Менделеева 128 дропе 1. На прошедшей неделе произошла нехорошая история. Выпали окна прямо на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. Выпали целиком фрамуги со стеклами. Я не знаю, какие будут предприняты меры. Вообще, здание нужно огораживать, нужно запрещать проход людей через арку. И вокруг, в опасной близости от этого здания, здание разрушается. Очевидно, что это опасность для живущих в соседних секциях людей. Как это технически должно решаться, я не знаю. Но это, во-первых, не первый случай. Там и обшивка с дома, и стекла выпадали. Но теперь два окна выпали прямо, практически в нескольких сантиметрах упали от стоявших машин. И, слава богу, никого не зацепили. Однако, это будет продолжаться. Так вот, дольщики 128 дома дропе 1 по улице Менделеева, отчаявшись получить хоть какую-то помощь от государства. Я напомню, что ситуация запуталась и опять зашла в тупик. Сами стали искать решение этой проблемы. И на прошлой неделе они нашли застройщика, который готов на определенных условиях достроить их дом. Вообще, феноменальная история. Возможно, это первый пример, когда дольщики сами находят подрядчика. Вкратце, ситуация такая. Есть застройщик, который готов достроить этот дом, вложить свои деньги в эту секцию, фактически потратив их для себя лично бессмысленно. Однако, естественно, взамен он хочет получить возможности и так далее. Как выяснилось, оказывается, этот Менделеевский треугольник давно уже распланирован, и там огромное количество домов заложено под постройку. И вот этот застройщик готов достраивать дом в обмен на право построить рядом другой дом. Вполне разумная схема, абсолютно понятная, простая и, на мой взгляд, реализуемая. Однако, тут есть условия, которые ставит здравый застройщик. Не вот эти фантастические застройщики из Миловского парка, которые готовы облагодетельствовать всех, но только на словах. А практически нормальные люди ставят вопрос следующим образом. Дайте нам гарантии, имеется в виду город, республика, Минзиму имущество и прочее. Дайте нам гарантии того, что мы сможем строить здесь свой дом. Тогда мы сначала достроим вот этот. Вот это, на мой взгляд, абсолютно эксклюзивное решение. В том смысле, что находится кто-то, кто готов сначала решить проблему. Все обычно действуют наоборот. Дайте нам землю, мы сейчас тут чего-нибудь там на заработаем, типа как этот УСЗН. Мы тут подзаработаем, что-нибудь построим, а потом когда-нибудь достроим проблему вот этих дольщиков. В данном случае ситуация обратная. И очень интересный вопрос. Пойдут ли на это власти города и республики? Пойдут ли они вот на это здравое предложение? И не продолжат ли они поиски тех предложений, которые, ну там, в какой-то степени выгодны им самим или каким-то их родственникам? В общем, посмотрим. На мой взгляд, это интересная история. Это такая лакмусовая бумажка способности властей по-настоящему решать проблему дольщиков, а не имитировать ее, как это происходит, например, в Миловском парке, там, в Новобулгаково, в Цветах Башкирии и так далее. Серебряный ручей. Многострадальный объект. На этой неделе новостей не очень много, но есть одна хорошая новость. В очередной раз решена проблема с арендой земли. Периодически у застройщика заканчивается аренда земли под этими объектами, и ее начинают мучительно продлевать, переписывать и так далее. В очередной раз возникла проблема с этим аспектом. И вот в каком плане. Дело в том, что мы уже говорили, что застройщик сейчас интенсивно продает коммерческие площади в домах, которые практически готовы, чтобы достроить 9-10 дом. Но процессуально возникла проблема в связи с тем, что закон не позволяет оформить имущество, если там не оформлена аренда земли, то вот все уперлось в этот вопрос. К счастью, на этой неделе эта проблема была решена. Как обычно, для властей это оказалось новостью. Они вот у нас такие некомпетентные, что они не знают, что вот это оказывается может быть проблемой. Ну, слава богу, все утряслось. Значит, вроде как и Росреестр, и все-все-все пошли навстречу. Вроде как проблема решена. Серебряный ручей худо-бедно строится, но очень медленно, вызывает массу вопросов этот процесс. Всякие странные люди начинают этим делом спекулировать в том смысле, что приходят посчитать там рабочих, не заходя внутрь зданий. И даже, в общем-то, возникли разночтения и расхождения с данными госстроя об этом. Ну, в общем, вот эта возня вокруг Серебряного ручья, она на самом деле опасна чем? Появились интересанты, которые, номинально представляя дольщиков, ведут все дело, пытаются, вернее, вести дело к банкротству. Уговаривают дольщиков начать процессы банкротства и так далее, и так далее. Я не хочу давать оценку их действиям, не хочу объяснять, почему это выгодно лично этим людям, которые подбивают дольщиков на банкротство. Я хочу объяснить только одну простую вещь. Уважаемые дольщики, Если вам кто-то предлагает начинать банкротить собственного застройщика, особенно в условиях, когда есть определенные предпосылки дом достроить, это говорит о том, что вы никогда в конечном итоге не получите то, что должны были получить. Любое банкротство всегда ведет к определенным выплатам за должности, но никогда не ведет к стопроцентному погашению долгов. В разных случаях бывает по-разному. Примеров банкротства застройщиков достаточно много. Ну, особенно в Подмосковье, да, это и СУ-155, это и Урбангрупп, и так далее, и так далее. Во всех этих случаях практически пострадали люди, которые были дольщиками в этих объектах. Ну, у нас впереди там банкротство ФЖС, я так понимаю, в Башкирии, намечаются. У нас произошло банкротство ДКС, и все это нанесло достаточно большой ущерб, там, если не дольщикам, то кредиторам. Банкротство никогда не ведет к возмещению ущерба, нанесенного застройщиком, либо другим, любым, значит, заемщикам. А фактически застройщик занимает деньги у дольщика, чтобы построить дом. В общем, конечно, я прошу дольщиков очень внимательно, очень серьезно подойти к этому вопросу. Задумывайтесь, к чему вас ведут, это касается и Серебряного речья, и Башстроя, которые сейчас ввергают, опять же, те же самые люди в какие-то совершенно смутные схемы. Просят дать какие-то доверенности, просят кому-то там переделегировать вот эти вопросы задолженности и так далее. Дольщики – это простая юридическая позиция. Вам должны квартиру. Ну, в общем-то, значит, добивайтесь того, чтобы вы эту квартиру получили так или иначе, либо от застройщика, либо от государства, которое вовлечено во все эти процессы. Ни в коем случае не идите на эти банкротства, не ведитесь на эти, значит, предложения, потому что в корне этих предложений лежит простая, обыкновенная корысть совершенно посторонних людей. Как известно, Башкортостан – лидер по наступанию на грабли в Российской Федерации. Это уже скорее национальный спорт башкирский. И вот мы опять заговорили о Бельском мосте. На прошедшей неделе несчастный Мухаммед Янов, председатель комитета по транспорту и дорожному строительству, сообщил широкой общественности, что Дмитрий Анатольевич Медведев выделил 500 миллионов на строительство моста. И за 30 месяцев, начиная с мая или июня, Мухаммед Янов нам построит, значит, там какую-то вставку в Бельский мост. В общем, все будет здорово. И можно будет снова ездить. Ну, трудно очень оценить, на самом деле, подобное заявление. Хотелось бы напомнить господину Мухаммед Янову, что Дмитрий Анатольевич выделяет деньги только своей жене, ну, иногда своим детям, сыну. Больше никому Дмитрий Анатольевич денег не выделяет. Деньги в Российской Федерации поступают на подобные стройки и подобные объекты исключительно через целевые программы. В данном случае речь идет, наверное, о федеральной программе. Хотелось бы напомнить, что Башкортостан очень скромно представлен в федеральных целевых программах финансирования и в транспортной сфере в том числе. Буквально считанные единицы объектов включены в федеральные проекты на финансирование, и Бельский мост туда не входит. Я не знаю, чего там добился Мухаммед Янов, хотелось бы более внятного объяснения источника этих средств, иначе мы через пару месяцев опять начнем кричать, что строительство не началось, и опять там с финансами что-то не то. Напомню, что уже много раз прозвучали очень разные цифры о выделении, вот этом вот неприличном процессе выделения денег на строительство Бельского моста. Звучали цифры от 2 миллиардов до 100 миллионов рублей. Ни один из этих демаршей ничем не закончился, ни одно из этих заявлений не оказалось истинным. Боюсь, что в этот раз тоже что-то здесь не ладно, но будем внимательно наблюдать. Мы все ездим по этому мосту, он очень важен для города. Посмотрим, насколько вот этот очередной заход совпадет с тем, что нам наговорил господин Мухаммед Янов. Ну и постепенно переходим от грустного к веселому. Веселого на этой неделе у нас было много в республике, и вот начнем с турникетов. На этой неделе Ради Фаридович Хабиров торжественно и строго в своей манере сообщил широкой общественности о том, что турникетов в общественном транспорте не будет. Ну, честно говоря, я не уделял этому столько внимания, сколько этому уделяли все вот эти вот придворные блогеры типа Кобзона, они что-то там долго так громко кудахтали насчет того, что это все не нужно, что это безобразие. Да сразу было понятно, что это на самом деле обыкновенная пропагандистская разводка. Один, значит, заявляет о том, что мы сейчас поставим заборы внутри автобусов, а другой, я имею в виду Хабирова, торжественно эту тему закрывает и говорит, а-та-та, никаких заборов внутри автобусов не будет. Ну, господа хорошие, ну давайте уж как-то посерьезнее, давайте перестанем вот настолько вот по-детски манипулировать сознанием, да, то есть это в детском саду так вот игра в хорошую и плохую воспитательницу там или в Следственном комитете игра в хорошего и плохого следователя происходит там для неокрепших разумом. А в широком плане это вот вообще недопустимо. Ну что мы еще завтра добьемся? Мы добьемся ежедневного восхода солнца? Нам объявят, чтобы правительство изнурительно трудилось для того, чтобы каждое утро всходило солнце или еще какие-то вот такие достижения? Давайте уже к практической стороне вопроса обратимся, давайте явим миру реальные результаты, а не вот эти вот самоотрицания. Давненько мы не делали нашу рубрику «Дайте глупости шанс», «Give a stupidity a chance», и в этот раз у нас три претендента, я прошу в комментариях проголосовать, кто из этих троих претендентов получает премию на этой неделе. И первым претендентом будет Ленара Иванова, которая заявила, что прекращение концессии не может никак сказаться на инвестиционном климате в Республике Башкортостан. Речь идет о концессии роддома в городе Салавате. Но это все равно, что заявить о том, что банкротство и крах предприятия – это очень позитивный экономический процесс. Ну, конечно же, инвесторы очень насторожились, услышав эту новость и увидев, что происходит. По факту государство прекратило партнерство с частным инвестором по собственной инициативе. Я не буду вдаваться в то, что было ли это мотивировано или нет. Я хочу констатировать только то, что подобные события негативно сказываются на инвестклимате в регионе. Вторым номинантом в рубрике «Дайте глупости шанс» будет опять наш Госкомтранс и вообще некий разговор о трамвае на проспекте Октября. Но сколько можно уже? Мы его то строим, то демонтируем, то строим, то демонтируем. При Качкаеве дважды поменяли рельсы с бесшумных на шумные и обратно. В общем, это какой-то бесконечный источник прибыли для определенного круга лиц. В этот раз нам пообещали абстрактный трамвай за 17 миллиардов рублей, сумма сопоставимая с годовым бюджетом Уфы. Трамвай этот будет то ли подземным, то ли надземным. Мы уже слышали о летающих трамваях, о левитирующих троллейбусах и так далее. Хотелось бы напомнить, что подземные варианты в Уфе точно не прокатывают, потому что у нас карсты. А вот надземные и летающие, ну это, в общем-то, наверное, Герберт Уэллс уже. Давайте перестанем пытаться устраивать трамвай на проспекте Октября, задумаемся в целом и системно о транспортной системе города Уфа, самый заброшенный в России в этом смысле город. Уфа – это город транспортного хаоса и коллапса, а рост количества автомобилей, конечно, не предвещает нам улучшения этой ситуации. Ну и третий, на мой взгляд, самый классный номинант рубрики «Дайте глупости шанс» – это событие, которое случилось на этой неделе, в республике Башкортостан создана молодежная организация по поддержке ради Хабирова под названием «Алга Башкортостан». Пропагандистский блок республики окончательно сдался в плен татарским тенденциям. «Алга Башкортостан» тому подтверждение. Я не знаю, чем будет заниматься эта замечательная организация, но я помню, чем закончилось все с союзом башкирской молодежи, всякими нашими, вашими, няшами и всевозможной молодой гвардией. Но «Алга Башкортостан» – безусловно, организация молодая и новая, и она точно должна иметь девиз. И я уже придумал этот девиз. Девиз, конечно же, должен звучать на башкирском языке. Я обратился к своим друзьям, товарищам и специалистам, чтобы перевести девиз на башкирский язык. К своему удивлению, обнаружил примерно 15 вариантов трактования на башкирском языке этой фразы, что говорит, конечно, о величии языка, его разнообразии и совершенно, на мой взгляд, напрасной заброшенности на данный момент в республике. Звучит этот девиз примерно так. Я буду читать по-башкирски, извините, произношение у меня пока хромает, но я стараюсь. Второй вариант второй части – это «Берабер койза берга». И еще один вариант звучания этого девиза такой. В общем, по-русски это означает «Нам все равно, куда идти, нас невозможно сбить с пути». В общем, именно примерно таким должен быть девиз вот этой организации «Алга Башкортостан», потому что ее задача, в общем-то, будет выполнена 9 сентября, а сама организация наверняка останется. И потом она тяжким грузом повиснет на шее то ли господина Ахмадинурова, который уже дежурным образом поддержал эту организацию, то ли на шее самого Радия Хабирова. Возможно, ему придется усыновлять участников этой организации, чтобы они не стали сиротами и покинутыми всеми. Ну, в общем, конечно, интересно будет наблюдать за этой организацией. На мой взгляд, «Алга Башкортостан» – это лучший претендент на премию «Дайте глупости шанс» на этой неделе. «Алга Башкортостан»!